Дорогие друзья, город Екатеринбург 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 Это эксперимент, и я думаю, что... Точнее, я уверена, что он получится. Люди, которые занимаются бизнесом и реализовали себя в своей профессии, в той или иной, они делают все удивительным образом. И их подход к делу меня на самом деле удивил и покорил. Я не ожидала, честно. Ну вот на сцене будет 20 артистов. А сколько человек пришло на касте? Их больше будет, и будет 50. Серьезно? Все бизнесмены? Я посчитала сюда и детей бизнесменов. А, ну, тоже начинающие. Как проходил у вас кастинг? Как вы отбирали людей? Ну, был объявлен кастинг, как всегда. То есть пришли люди, им было дано задание о том, чтобы подготовить либо танец, либо песню, либо какое-то стихотворение, которое... Либо бизнес-план. Ну, либо бизнес-план. В красках рассказать. И как-то рассказать, да, вообще, кто я, что я, почему я хочу. И на главную роль у нас прям, ну, был очень высокий рейтинг. То есть очень же... Главная роль, это все-таки кто? Давайте раскроем карты. Мэри Поппинс. Мэри Поппинс, да. Дети станут взрослее, ну а я не постарею. То есть вечно молодая девушка. Вечно молодая, да. Вы проводили кастинг все-таки действительно среди людей из бизнеса. Есть ли какой-то, я не знаю, критерий, планка, какого цвета у тебя должна быть банковская карта, сколько денег должно быть на счету? Или это все так условно немного? Ну, слушайте, никто никогда не скажет правду, сколько денег на счету. Тем более бизнесмены. То есть как бы это не тот критерий, наверное, все-таки для мюзикла. Мы, наверное, вот шли через отклик. То есть вот просто есть человек, у которого роль откликается. И когда он говорит, ты ему веришь. И ты понимаешь, что он на самом деле сопереживает этому образу. И он им совпадает, да, вот этот образ с человеком. И в тот момент, когда он говорит, он правда так думает. Ну, то есть он правда... Ну, то есть это про него. А мне вот интересно, среди бизнесменов, творческих, больше мужчин или женщин. Мне кажется, мужчины просто они такие все-таки серьезные, скованные. И выйти на сцену для них, ну, больше проблема и сложность, чем для женщин. Да, с вами соглашусь. Но вы знаете, в чем парадокс? В процессе подготовки открылось очень много того, что мы, наверное, оставим потом еще на следующий уже задел, то есть на следующую работу. Будь то мюзикл, либо там другие какие-то постановки. Скорее всего, будет мюзикл снова. У нас появились бизнесмены, которые являются композиторами, которые пишут сами музыку, но пишут ее в стол, которые являются профессиональными гитаристами, но это их, как сказать там, это было в молодости. Да, это даже ведь уже и хобби не стало, потому что, ну, вроде как, уже такой солидный. Я серьезный человек, какая гитара? Да, серьезный, вот. То есть вы помогли открыть мотостол, достать музыку? Да, да, да. И я когда узнала, говорю, как это, дайте послушать. И люди начали писать. То есть заново, как бы, получается, вот это вот новое рождение, новое дыхание для человека, ну, потому что творить это, дышать. Ну, это я сейчас про себя, конечно. Но я думаю, что все, и вы тоже творческие люди прекрасно понимаете. Ну, вот давайте поконкретнее, на каком этапе сейчас у вас репетиции, когда... Минеральный прогон сегодня. Ага. Ух ты, а когда ждать премьеру? 1 марта она будет. Мы благодарим нашу гостью, автора и хореографа мюзикла «Цветные сны» Ирину Вандышеву. Ну, а через пару минут мы вернемся в нашу студию и разыграем билет на концерт Сергея Лазарева, так что не пропустите.